Доброе время суток, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам о такой ситуации в игре, которую вы, наверное, возможно, не знаете. Но если вы, конечно, не интересовались MMORPG играми, то вы об этом знать не можете, потому что вам рекомендованных это никогда не выдастся просто так. Так, в общем, в чем суть? Есть такая игра Black Desert Online. Это обычная MMORPG, пришедшая из Южной Кореи в Россию в 2014 или 2015 году, точно не помню. Перевод занял у локализатора в России. Это GameNet, создатель игры Pearl Abus. И локализация всей игры заняла у них, ну, в районе двух лет. Вот. И в начале выхода игры они начали продавать пакеты с доступом в игру. Получается, самый дешевый пакет стоил в районе 700 рублей. Я, кстати, никакие из них не покупал, потому что думал, зачем, если я могу четыре дня подождать, и вот, у меня будет та же самая игра, просто на три дня позже. Типа, какие могут быть существенные различия. Вот. Была также еще акция на набор за 1400 и набор за 2500. Самый крутой набор давал доступ к платному серверу, который, кстати, запустился около... через несколько месяцев. Это вроде три или четыре месяца. И помню, как все жаловались, потому что люди покупали этот набор из-за того, что им интересен был платный сервер, который давался на бесконечное количество времени при покупке вот этого набора. Вот. И там они обещали сразу его запустить. Сразу запустить не получилось, и люди, получается, не играли это время. Ну, потому что какой смысл начинать на бесплатном сервере, если потом с бесплатного на платные данные не переносится. Они не играли. И проход четыре месяца. Открывается платная сервер. На обычном сервере игроки уже достигли максимума развития. У них уже есть все. И это, в принципе, был большой бунт из-за этого. Там тоже петиции писали. Вот. Но разработчики вроде как-то дали какие-то штучки для начального развития на платной сервере. И как-то, в общем, все это утихло. И, получается, никто не знал, сколько будет официальная локализация. Как это и не знали вот до сентября месяца. В сентябре месяце где-то в середине, точно не помню, когда, выходит новость о закрытии Black Desert Online. Даже не закрытие, а о том, что у них заканчивается лицензия трехгодичная на перевод этой игры. Вот. И люди как-бы, ну, не поняли сначала. Потому что в новости было написано, что бы не было дальше с игрой, ваши данные типа перенесутся на другие сервера, там уже независимо какой игры, ну, вернее, это будет Black Desert Online, но на какой, на американский или на европейский сервер, или создастся новый, про это никто не знал. Вот. И, получается, с октября начались новости. То есть до этого была тишина, игроки играли, хотя играть было уже как-бы бессмысленно, не зная, что там дальше будет. И вот с 12 октября пошли новости о том, что Black Desert уже официально закрывается в России. И его будущее неизвестно до сих пор. Потому что Pearl Abus требует того, чтобы сервера и вся локализация вместе с данными перешла им. Но GameNet, GameNetу это невыгодно. Они переводили игру, они хотят получить деньги за перевод. И причем по сообщениям видно, что они требуют много денег. Но разработчики на это отказываются. Игра это то, что мы не получаем ничего, и создаем свой, получается, перевод. Соответственно, мы знаем, сколько обычные игры переводят. Тем более MMORPG. То есть это очень трудоемкий процесс. Одна арчечь сколько переводилась. Игра вышла в 2010. И только в 2012. В конце 2012 вышла на Россию. Вот. И мы знаем теперь, что никаких переносов данных не будет. Потому что они до сих пор не договорились. Ни перевода. Ничего нет. А игроки, между тем, которые покупали и активно донатили. Потому что в сентябре были введены еще одни наборы. С стоимостью до 3000 рублей. Которые давали разные штуки. И насколько я знаю, они активно пользовались спросом. Я сам, конечно, в Black Desert не играл много. Много. Но 52 уровень у меня есть. На персонажа. И мне игра, в принципе, нравилась. Не так как ArcheAge. Но все равно нравилась. Вот. А так как мне нужна была какая-то новость для канала. То поэтому я решил взять эту новость. Вот. Вот. Получается, два скандала у них было на старте. Скандал теперь еще на закрытии. Еще был скандал о том, что вот сам этот гейминетовский лаунчер не удаляется. Даже если вы удаляете игру и его самого. То есть он просто остается на компьютере всегда. И неизвестно, что он делает. То есть, допустим, вы удаляете. Да. И процесс остается диспетчей задачи. Конечно, он системы не сильно нагружал. Ну, что он там делал. Может, он там пароль выбрал. И это тоже в свое время многим людям не понравилось. И, в принципе, это понятно. Потому что неизвестно, какая программа просто использует какие-то скрытые файлы и данные. Вот. И все печально. То есть игра закрывается. Что будет непонятно. Гейминет сказали. То, что на нашу новую игру, которую мы переводим, вы получите какие-то там очень крутые штуки. Но какой смысл? Это ж люди играли не для того, чтобы потом в другой игре начать заново играть. Они же играли для того, чтобы прокачаться в одной игре, а не в другой вообще. Которая, в принципе, никак не сходится с тем. Так что вот. И, как мы понимаем, Black Desert Online пришел конец. Особенно в России. Пряноте нашим местным парамет vigilantам. Пост coating согласия его. Вот.